Расскажите, пожалуйста, что сегодня произошло? Произошло имитация ограбления в нашем магазине ювелирных изделий Поповича-65, торговый центр Славянский. Идея, не знаю, чья была идея, наверное, коллегиальная, чтобы произвести некое ограбление детьми. Для того, чтобы о магазине больше узнали, так скажем, пиар-реклама. Моя была задача это просто сымитировать реакцию ограбления, что я и сделала. Но все так закрутилось, что полицию мы не хотели вызывать, мы сами не вызывали. Наш магазин по порядку вызвал торговый центр, службу охраны. И все закрутилось, завертелось. Расскажите, пожалуйста, какой план ограбления был? План ограбления был таков, что был подставной парень, который пришел, отвлекал меня тем, что выбирал подарок своей бабушке либо маме. Он снимал на камеру выбор браслета. Мы стояли спиной к входу, забегают двое детей, переодетые в костюмы единорога и львенка, по-моему. И бьют в витрину, первая, которая от входа. Самая первая. На витринах были дорогие кольца, которые мы подготовили, чтобы они взяли. Вот. Как только они разобьют витрину, у меня должна была быть реакция, ну, там, маты, там, всплеск эмоций. Я должна была среагировать, попытаться их задержать, но сымитировать, что они вырвутся и убегут. При этом они должны были скинуть кольца на пол. Я должна буду их подобрать и вернуться в магазин. А дети должны были убежать. Вот. Ну, все это было для того, чтобы разместить некую рекламу, чтобы в магазине начали говорить. Где рекламу? В социальных сетях. Каких? Наверное, в Инстаграме больше в ТикТоке. Вот. Вы раскаетесь с Адейном? Да, я раскаиваюсь. Я уже, ну, я понимаю, что это... Изначально не нужно было такого допускать.